Здравствуйте, братья и сестры! Неделя о блудном сыне. Ну, лучше всего это все бездонно, эту тему, изобразить, ну, скажем, через Буратино. Это вообще сказка о Буратино, по крайней мере, в обработке Алексея Толстого. Это и есть притча о блудном сыне, ну, данная средствами сказки и преподнесенная в качестве назидания для взрослых и маленьких. Ну, там, конечно, все без дна. У Господа Иисуса Христа все без дна. Открылась бездна, звезд полна, звездам числа не с бездни дна. Христос такой, у него все бездонно. Сегодня, конечно, пару слов о блудном сыне. Как вы помните, ну, уже из Буратино, потому что блудного сына, может быть, не все читали эту притчу, не все, может, видели Рембрандта, последнюю его картину, может быть, не все знакомы с немецкой фламандской живописью, там, где огромное количество сюжетов, вот этих вот, этих свинопасов, этих всех оборванных, которые оскорбили папу, как бы, и теперь жрут из корыта вместе со свиньей. Может быть, не все это знают, скорее всего, большинство этого и не знает. Ну, для того мы и говорим, не чтобы снобистки посмеяться, для того, чтобы толчок дать, чтобы поинтересовались люди, потому что это очень важная тема. Но если брать вот именно сказку о золотом ключике, там, Буратино, потому что это действительно притча о блудном сыне, вот, то счастье, как оказалось, находится там, где он ушел. Потому что, помните, он там кидался молотком, там, сверчка, он вообще был нахал, этот Буратино. А потом уже, когда он пошел там по большому кругу, вот, кружной путь паломника совершил, есть такая беньяна, такая интересная книжка, ее тоже стоит прочитать. Вот, он потом смирился, значит, и вернулся туда же, откуда вышел. И ключик-то уже нашел, как бы, и нашел там за порванным этим холстом, на котором был нарисован очаг, с горшком там, с похлебкой, значит, нашел там эту дверь. Это все так и есть. То есть мы находим счастье там, где мы его потеряли. И, в принципе, наше счастье, оно под ногами, оно не за горами, а под ногами. Это знают, например, большинство иммигрантов. Которые уперли в неведомые дали киселя похлебать. Ну, молочные реки, кисельные берега. Как бы пойду-ка я на бережок, киселька похлебаю. Потом спущусь-ка я к речке, там молочка попью, как бы. Ну, бог судья, как бы, сами знаете, куда мы приезжаем, что с нами происходит, как бы, вообще, как оно там живется. Как бы, везде одинаково, везде умирают, везде есть тюрьмы, везде есть психбольницы, везде милиция забирает дебоширов, вот, везде есть наркоманы, везде есть брошенные женщины. Короче, везде и все одинаковое. Куда ты хочешь ехать, где ты хочешь счастье искать. И вот этот уход далеко и возврат к себе, это, может быть, одна из тех главных идей, которые надо выцепить хотя бы даже такому секулярному сознанию. Я не очень набожный, там, допустим, человек скажет, я не очень, там, я не хожу в церковь, там, я не молюсь. Ну, ладно, не молись, там, шут с тобой. Кто тебя заставит? Ну, ты подумай об этой сказке хотя бы. Если ты притчу о блудном сыне не прочитаешь, ты хотя бы почитай сказку Алексея Толстого про Буратино. он нашел счастье там, откуда ушел. И оно, в принципе, под ногами. То есть мысли за горами, смерть за плечами, а счастье под ногами. И для того, чтобы найти это счастье, не нужно бежать за три-девять земель, нужно покопаться под ногами, потому что, в принципе, все здесь, все тут есть. Блудный сын, конечно, всего этого не оценил. Он ушел, он как бы нахамил отцу, о чем можно очень длинно и долго говорить. Отец его отпустил. Как часто мы упрекаем Господа Бога в жестокости. А в данном случае мы упрекаем Господа Бога, который не достоин упреков на самом деле. Он в мир сына послал, чтобы сын взял на себя грехи всех людей. Но мы упрекаем Бога то за жестокость, то за слишком, так сказать, мировольность такую. Он же мироволит, как бы, значит, грешникам. Почему ты, Господи, не наказываешь грешника? Вот старший, младший сынок говорит там, папа, отпускай меня, дай мне мою часть имения, как бы я пошел. Да папа мог ему кости поломать в тот же день, в ту же секунду. Говорит, эй, стража, ломайте ему кости, зараза. Оскорбила меня, денег хочет. И был бы прав. Мы бы тут же сразу там, а что это папа такой злой? Я в такого Бога верить не хочу. Ну вот тебе на. Папа очень добрый. Папа сверхдобрый. Он попускает вам ходить, куда хотите. Хочешь наркоманить? Иди, дурень, наркомань. Хочешь там 10 раз выйти замуж, ни разу никого не родить, как бы и на старости, как хлам приплыть в порт приписки, как бы, как старо разбитое судно, калоша, по сути, плавучая. Хочешь? Да, вперед, я тебе не запрещаю. Господь все нам разрешил, как блудному сыну. Иди, куда хочешь. С той только разницей, что он тебя не забыл. И он тебя высматривает издалека, думает, ну, может, вернется. Наелся уже баланды. Может быть, надоело. Может, вернется. Мы обычно осуждаем Господа Бога за его сверхжестокость, потому что он там город стер с лица земли. О, это за грехи. Там, понимаешь, выкосил полнарода. О, это за грехи. Боже, как же страшно. Какой же ты? А как же написано, что ты есть любовь? Да, все правильно. Аминь, Бог есть любовь. Однако он целыми городами будет выкашивать мерзавцев, потому что так надо. А в данном случае мы склонны Бога упрекать за то, что Он слишком позволяет нам много. Эти убежали, эти разошлись там, эти распаскудились, эти распустились там, эти пошли сюда, эти пошли сюда. А он, как старенький дедушка, как папа добрый, бессильный, ждет всех, понимаешь, всех отпустил и всех ждет, понимаешь. А потом они возвращаются, некоторые из них, а он их принимает, одевает и праздник устраивает. Такая, всюду Господь странный, понимаете. Жестокий будет, мы обидимся. Добрым будет, мы возмутимся. Каким бы ни был Господь, грешный человек вечно обижается. В общем, почитайте притчу о блудном сыне еще раз внимательно, с молитвой. Поймите, что это про вас. А если вас не одолеет ваша душа такое тяжелое чтение, как притча о блудном сыне, ибо может быть, что не одолеет, почитайте, по крайней мере, сказку Алексея Толстого о Буратино. Это то же самое, только в виде сказки. А если даже этого ваша немощная душа не одолеет, ну, кино гляньте, Беларусь фильм. Ту-ту-ру-ту-ту-ту-ту-ту-ру-ту-ту-ту-ту. Это про это все. Это про то, что ты, грешник, от папы убежал, папа тебя простил, а счастье было так возможно. Оно прям под ногами у тебя, а ты его не замечаешь. Короче, это архиважная тема, в которой помещается вся история человечества. Но сделайте хоть что-нибудь, пожалуйста. Пост скоро, кстати. И нужно будет серьезно поститься. Кто не хочет, не надо. Грех ваш на вашей голове. А кто хочет, вперед, готовьтесь. Вот это чтение, оно приготовление к великому посту. Ладно, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok